Пусть ярость благородная Война народная, священная война Пусть ярость благородная Симпает, как полония Война народная, священная война Пусть ярость благородная Симпает, как полония Война народная, священная война Здравствуйте На прошедших 18 марта 2018 года президентских выборах Подавляющее большинство россиян проголосовало вовсе не за Путина И не за то, чтобы стало хорошо, а за то, чтобы не стало хуже Логика странная Возможно, сказывается большой процент пожилых в России Которые боятся перемен Или дало результат столетнего уничтожения и притеснения коммунистами жителей России Особенно самых умных Но факт налицо Россияне стали мыслить совершенно неадекватно Путая причины со следствиями Добро со злом И мыслить так уже давно Моя версия происходящего Осталась прежней Результаты президентских выборов И не только их Это результат воздействия на народ установок темных сил Третьего Ига России Продолжающегося С 1917 года Подробнее об этом Рассказано мною В видео Третьего Ига России Именно поэтому Проголосовав за то, чтобы не стало хуже Россияне на самом деле Проголосовали за продолжение Третьего Ига Чужих Бесовской власти По определению Мана Хавеля И за неизбежное Дальнейшее Охудшение ситуации Потому что цель Чужих Посредством Третьего Ига Доставить россиянам Как можно больше страданий Этим они питаются К сожалению Россияне не заметили Что жизнь в России Стала хуже После избрания Путина На третий срок Или не захотели замечать Потому что первые Его два срока Прошли довольно успешно Это поразительное Отсутствие наблюдательности Привело к избранию Путина На четвертый срок И в результате Ситуация Еще более ухудшилась Потому что Третья Ига Продолжилась С новой силы И исчезла надежда На улучшение Жизни в России Без потрясений Страны Путем президентских Выборов Ведь Согласно Предсказаниям Василия Немчина И Мана Хавеля Конец Почти столетнему Третьему Игу России Должен был Положить Предсказанный Этими Ясновидцами Русский царь Предположительный Приход которого К власти Ожидался В 2012 2013 Годах Однако Этого Не произошло Из-за выбора Россиян Монах Авель Предвидел Что Неприход К власти Предсказанный Царя Будет Россия Ухудшение Произошло Потому что К старому Столетнему Горю России Пришедшему Вместе с Третьим Игом Бесовской Власти По определению Монаха Авеля Добавилось Еще и Новое Горе России Причина Появления Нового Горя России В том Что Россияне Избрали Путина На третий срок В 2012 А затем И на четвертый В 2018 Место Предсказанного Русского царя Пойдя В своем Выборе Против Воли Бога Первые же Два Срока Путина Прошли Успешно Потому что Тогда Он был Ступенькой Ведущей К власти Предсказанного Русского царя И получал Помощь от Бога А в свои Третьи и четвертые Сроки Наоборот Стал барьером Преградившим Дорогу Русскому царю И восстанет В изгнании Из дома твоего Князь великий Стоящий за сынов Народа своего Сей будет Избранить Божий И на главе Его благословение Он будет един И всем понятен Его учует Само сердце Русское Облик его Будет державен И светел И никто же Речет Царь здесь Или там Но это он Воля народная Покориться Милости Божией И он сам Подтвердит свое призвание Имя его Троекратно Суждено Историей Российской Два Теза именитых Уже были на престоле Но не царском Он же Воссядет на царский Как третий В нем спасение И счастье Державы Российской Пути И Бойные Не покорилась Появления Появления Уже Уже что люди из вертикали власти не проверяются на устойчивость к гипнозу и к установкам. Поэтому неприход к власти предсказанного русского царя в 2013 году и ухудшил ситуацию, так как Третья Ига продолжилась вместо того, чтобы исчезнуть. Что же теперь делать? В некотором смысле Третья Ига даже хуже, чем нападение на нашу страну немецко-фашистских захватчиков. Во-первых, длится Третья Ига гораздо дольше, чем Великая Отечественная война. А во-вторых, враги прячутся под личинами наших граждан, в первую очередь тех, кто занимает высылки и руководящие посты. Поэтому никакое наращивание военной мощи страны ничем в этом деле не поможет, только надорвет экономику. Силовые методы в этом деле не годятся. Третья Ига тут же продублирует свои потери. Третья Ига – это смертельная болезнь страны, которую можно только лечить. Вылечить Россию от заразы и указать ей правильный путь, и построить этот путь, исключающий рецидивы болезни, и была миссия предсказанного русского царя, в связи с чем заменить его никем невозможно. Такие люди приходят раз в одну-две тысячи лет, и это большой грех подставить вопреки воле Бога вместо русского царя-правителя, который все время спотыкается на многолетней переправе. Для лечения больной страны в первую очередь необходимо блокировать главный источник заражения и проводник темных сил – Ленина в мавзолее, а также распустить тоталитарные партии и поставить во главе страны правителя устойчивого к гипнозу и к установкам темных сил или по-другому чужих. Таким правителем и является предсказанный русский царь. Затем новый правитель должен будет набрать таких же, как он, устойчивых к воздействию темных сил людей, не состоявших никогда в тоталитарных партиях, в костяк власти, чтобы построить государство по совершенно новым принципам. Это новое государство, по определению предсказателя Василия Немчина, которое будет устойчиво к воздействию темных сил и которое будет работать для части народа, а не для части правящей верхушки государства и темных сил. Это был план в идеале. Но все усложнилось и теперь, чтобы обрести новое государство и остановить новое горе России, россиянам необходимо через Конституционный суд опротестовать результаты прошедших выборов в марте 2018 года в связи с серьезными нарушениями Конституции РФ на выборах со стороны победителя выборов Путина. Затем в случае признания Конституционным судом нарушения Конституции на выборах президента и отмены результатов прошедших выборов необходимо будет назначить новые выборы с целью поиска и приведения предсказанного русского царя к власти. Эти выборы должны быть проведены по абсолютно новым правилам, взятым из концепции нового государства, опубликованным в новую статье «Демократическая монархия». К сожалению, полностью зависимый от нынешней авторитарной власти Конституционный суд может постановить, что все нормально с законом, так как президенту закон не писан и он может делать все, что захочет, как это уже было не раз. Тогда россиянам остается только успокоиться, признать, что в России нет ни закона, ни правды и спокойно ждать того времени, когда новое горе в России усилится до такой степени, что либо президент сам подаст в отставку, либо россияне, спасаясь, побегут во все стороны света, как сейчас бегут в Европу арабы. Однако, скорее всего, гораздо раньше достижения этой опасной грани в стране может произойти революция, которую она не перенесет. Но надо быть оптимистами. А вдруг Конституционный суд будет действовать по закону, а не по приказу из Кремля, и признает факты серьезных нарушений Конституции Российской Федерации гарантом Конституции, действующим президентом, на прошедших президентских выборах в марте 2018 года. Ведь бывают же на свете чудеса. Теперь о деталях идеального плана излечения России от смертельной болезни третья ига чужих, которому помешал Путин. Русский царь должен был положить конец третьему игу России путем замены нынешнего авторитарного режима созвучного абсолютной монархии, что облегчает действие на людей темным силам, на новое демократическое устройство государства, демократическую конституционную монархию с выборным царем. Новое государство, по определению Василия Немчина, понадобилось в связи с тем, что любые другие формы правления в России неизменно приводят к тоталитарному и авторитарному режиму, что сильно облегчает третьему игу чужих контроль над страной. Это происходит из-за наличия одной доминирующей правящей партии, которая позволяет прийти к власти далеко не лучшим правителям, не так уж важно, как они называются, генсеки, вожди или президенты. Причем этих правителей невозможно отозвать в силу тоталитарности государства и не спасает даже конституция, которую власть не особо выполняет. Гарантом верховенства законов может стать только царь, лидер всего народа, а не лидер правящей партии и кучки олигархов. Гарантом же качественности правителя царя являются выборы по совершенно новому принципу, а именно по способностям кандидатов, их талантам, мудрости и добродетелям, а не по способности врать во время выборной кампании. Главнейшей способностью нового правителя должна стать его устойчивость к воздействию темных сил и его человечность. Способности на выборах будут определяться по результатам публичных объективных испытаний, и народ при голосовании становится в этом случае свидетелем результатов испытаний. То есть, даже если большинство проголосовало за кандидата на испытаниях, хотя он с ними не справился, то такие результаты лживой победы будет легко оспорить и отменить. Это не совсем демократия, власть большинства в обычном виде, как сейчас, а скорее власть справедливости в концепции нового государственного строя демократическая монархия. Впрочем, и слово «монархия» тоже не совсем подходит к названию нового строя, так как царь выборный и без права передачи власти по наследству. Более подробно эта тема изложена мною в видео «Выборы царя» и в статье «Демократическая монархия», ссылка на которую приведена в описании к видео. К сожалению, даже те, кто ждет русского царя, но в более поздние годы, с 2018 по 2024, считаемые доказательства времени прихода к власти в России русского царя в 2013 году неверными, по сути, работают над третьей иго и поддерживают тех, кого третья иго, по другому определению темные силы, чужие, поставила во власть. Получается, что в ситуации, когда русский царь должен был прийти к власти еще вчера, в 2013 году, эти люди убаюкивают себя мыслью, что ничего, наступит 2024 год, придет русский царь и задаст перцу угнетателем. В итоге даже сторонники русского царя становятся опорой третьего иго. Не зря же монах Авель назвал третье иго бесовской властью, так как иго переворачивает все с ног на голову, называя черное белым, а бесовское святым. Например, Путин в своем высказывании приравнял тело Ленина, убийцы царя Николая II и миллионов русских, к мощам святых. Если тело Ленина в Мавзолее – это мощи святых, то что же такое сатанинское капище? Существуют скептики, которые считают, что время грядущих событий, в том числе и время прихода русского царя, знает только Бог. А человеку этого не дано знать. На что и отвечают цитаты слов Христа из Евангелия от Матфея, глава 16 стихи 2-3. Он же сказал им в ответ, «Вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастья, потому что небо багрово». Лицемеры, различать на лице неба вы умеете, а знамение времен не можете? Так вот, знамение времени по Василию Немчину и по предсказаниям монаха Авеля указывает на 2013 год. Немчин писал, что царь-спаситель придет после 10 правителя Смутного царства, СССР, затем Россия. 10 правителем Смутного царства был Медведев, и его срок закончился в 2012 году. А монах Авель предсказал, что 70 лет бесы будут править открыто, а затем часть бесов уйдет, а другая часть бесов будет править под уже другими знаменами, как волки в овечьих шкурах. Авель описал этих модернизированных бесов, как Бориса Великана, которого сменят затем наполовину лысый человек маленького роста и напоследок будет властвовать несмышленый юноша. Затем должен прийти предсказанный царь. То есть опять фигурирует в качестве даты прихода царя к власти 2012 год после правления Медведева. Правда, так как большие проблемы России начались только в 2013 году, почти спустя год после начала третьего срока Путина, то, скорее всего, именно в 2013 году и должен был начать правление предсказанный русский царь, который смог бы избежать всех этих возникших проблем в силу своей мудрости и благодаря поддержке Бога. В пользу прихода к власти предсказанного русского царя в 2013 году можно привести и другие выкладки. Согласно Василию Немчину, русский царь должен был прийти к власти в возрасте 55 лет. Несомненно, он должен быть великой и сильной личностью. Согласно теории, Самохвалова, самые сильные личности рождаются в годы максимальной солнечной активности. И именно такие люди обладают еще и большими талантами. В прошлом веке максимальная солнечная активность была в 1957-1958 годах. Прибавляем к этим годам 55 лет и получаем 2012-2013 годы прихода русского царя к власти. То есть, явно эти цифры взяты не с потолка. Это значит, что Бог тщательно все подготовил и только вмешательство темных сил при активной поддержке россиян сорвало планы Бога. Кстати, Путин родился в 1952 году практически при минимальной солнечной активности, что характеризует его как слабую личность. Так что неудивительно, что он полностью оказался подчинен темным силам. Хочу еще добавить, что за последние сотни лет сильных пиков солнечной активности было всего три. Самые сильные это 1957-58 года, второе по силе 1989-1991 годы и третий по силе это 1980-1982 годы. Причем пик солнечной активности в прошлом столетии совпал еще и с тысячелетним пиком солнечной активности, в один из которых в 2000 лет назад родился Иисус Христос. К сведению тех, кто ждет прихода к власти царя в 2018 году, после того, как на царя укажет воскресший Серафим Саровский, его дата рождения должна быть тогда 2018 год минус 55 лет, получаем 1963 год, а это год рождения слабой личности, такой же слабой, как Путин. Явно нестыковка получается. Да и увязка прихода к власти предсказанного царя в 2018 году с чудом воскресения Серафима Саровского, скорее всего, попытка темных сил воспрепятствовать приходу царя, создав предсказание типа, что все случится, когда рак на горе свистнет. Такую же цель преследуют и фальшивые приметы русского царя, опубликованные в некоторых недавних видео сторонников Путина, вроде того, что над головой предсказанного царя корона должна парить в воздухе. Типа, ищите то, что невозможно найти, а тем временем вами будет править с темной силой. Все это делается, чтобы запутать и так запутавшийся русский народ, который неоднократно наступает на одни и те же тоталитарные грабли. Привожу график солнечной активности, указывающий на идеальную дату рождения великой личности русского царя в 1957-1958 годах. Правда, согласно Нострадамусу, изгнание Антихриста из его империи России, ведущего войну против предсказанного русского царя, и затем приход к власти векария русского царя, должны были наступить после самого великого солнечного затмения со времен сотворения мира. Такое затмение действительно состоялось 21 августа 2017 года, и оно было самое длительное со времен наблюдений за Солнцем. Знаменитый астролог Александр Зараев также предсказал уход Путина с поста в 2017-2018 годах из-за коллапса власти. Существует еще и предсказание Иона Одесского, которое отчитывал приход русского царя от времени своей смерти и событий в Украине. Ион Одесский предсказал войну в Украине через год после его смерти, а умер он в конце 2012 года и приход русского царя примерно в 2017 году после трех пасх со времени начала войны в Украине. Первые пасхи кровавые 2013 год, голодные 2015 год и победные пасхи 2016 год. Любопытно, что эта нестыковка предсказаний в 3-4 года является именно тем сроком, который, согласно Библии, был отведен для времени правления Антихриста. То есть, по предсказаниям Манахавеля и Василия Немчинам, можно было избежать правления Антихриста и сразу перейти к приходу к власти русского царя в 2013 году. А вот остальные предсказатели считают, что 3-4 года правления Антихриста должны быть перед приходом русского царя. Разнобой в датах мог появиться из-за того, что Бог с 1991 года, используя в качестве помощника русского царя, менял реальность земли для того, чтобы война, произошедшая между СССР и США в 1999 году, не произошла. В связи с этим, те, кто наставит, что приход русского царя должен состояться только после Третьей мировой войны, должны учитывать, что война уже состоялась в 1999 году, только ее результаты были отменены Богом. Хотя, по-любому, наступил 2018 год, так что, как ни крути разные предсказания, русский царь уже должен был находиться на престоле, а антихрист уже должен был закончить свое правление в 2017 году. Однако, этому помешал сначала увеличенный на два года третий шестилетний срок правления Путина, вместо исходного отпущенного Конституции Российской Федерации и Библии четырехлетнего, и к которому добавились еще шесть лет с четвертого срока. Так что, сейчас происходит невероятное. Антихрист мог отдалить реализацию планов Бога только на четыре года, а сейчас реализация этих планов уже запоздала на два года, и впереди нас ожидает еще шесть лет, и все это благодаря истовой поддержке темных сил россиянами. Конечно, Бог милосерден, но мне кажется, что очень опасно злоупотреблять этим. Бог может очень сильно огорчить россиян. Признавая силу аргументов в пользу того, что русский царь должен был прийти к власти в 2013-2017 годах, сторонники бессменного президента начали утверждать, что Путин и есть тот самый предсказанный русский царь, который пришел к власти в 2012 году после 10-го царя смутного царства Медведева. А до этого два своих президентских срока он типа не правил, а был воеводой в подчинении у пенсионера Ельцина. Это просто смешно. Официально Путин властвует с 1999 года, является царем номер 9 смутного царства и никакие рокировки его номера не изменят. Никаким предсказанным русским царем спасителем он не может быть, так как не соответствует ни одному признаку предсказанного русского царя и к тому же упомянут монахам Авелем как один из правителей бесовской власти во время третьего ига России. Более того, Нострадамус в своем предсказании назвал Путина великим царем террора и ужаса, который войдет во власть в 7-м месяце по новому стилю 8-м месяце 1999 года. Именно в эту дату Ельцин и назвал Путина своим преемником. Тот же Нострадамус предсказал, что приход к власти царя ужаса приведет затем к необходимости прихода к власти царя спасителя избранника бога. То есть судя по пророчествам предсказателей Путин третьего и четвертого срока в правлении гораздо больше подходит на роль антихриста после которого должен прийти к власти царь. В таком случае не могу не признать гениальность плана темных сил или чужих. Выждав время необходимое для роста популярности девятого правителя смутного царства Путина в первые два его срока они затем возможно либо активировали либо внедрили в него личность антихриста и выставили на выборы президента в 2012 году на третий срок чтобы помешать приходу к власти предсказанному русскому царю. А народ подчиненный установкам темных сил не заметил подмены и тотально поддержал любимого вождя даже вопреки Конституции Российской Федерации. А следом прилетел и четвертый срок закрепивший победу темных сил. При этом Бог гарантирующий свободу воли людей не захотел пойти против выбора россиян по сути ставших заложниками которыми прикрывается избранник темных сил а ведь это излюбленная тактика террористов прикрываться заложниками тогда становится понятным предсказание Нострадамус о том что в 1999 году в седьмом месяце придет к власти царь террора исправить ситуацию может только апелляция к закону Конституции Российской Федерации которая была нарушена на выборах 18 марта 2018 года и отмена результатов президентских выборов Правда в защиту результатов выборов сторонники Путина знающие Библию оправдывая ненормальность происходящего обожают цитировать слова святого апостола Павла из Библии нет власти которой не от Бога послание к римлянам глава 13 стих 1 и поэтому якобы получается что любая власть от Бога и неважно праведным или преступным путем пришел правитель к власти и типа надо смириться принять божественную власть Путина и страдать до тех пор пока освобождение не придет откуда-то само по себе как было после смерти Сталина однако простота хуже воровства и упрощенный перевод цитаты из Библии привел фактически к оправданию самых темных режимов типа фашизма и нацизма и в конечном итоге к дискредитации Бога и к отсутствию веры в справедливость эта ошибка трактовки законности любой власти возникла из-за неточного перевода Библии современный перевод священного писания с церковно-славянского языка предлагает нам следующую редакцию всякая душа да будет покорна высшим властям ибо нет власти не от Бога существующие же власти от Бога установлены послание к римлянам глава 13 стих 1 получается что по такой трактовке любая власть идет от Бога что обожествляет даже страшный диктаторский режим вот та же цитата но с правильным переводом и толкованием послание к римлянам глава 13 стих 1 всякая душа да будет покорна высшим властям Божьему устройству ибо не есть власть если не от Бога то что не покорно Богу то не власть существующие же власти от Бога установлены утверждены Богом дело в том что старославянский перевод наиболее близкий к греческому доносит до нас истинный смысл ключевых слов святого апостола Павла несть бо власть ащи не от Бога послание к римлянам глава 13 стих 1 славянское слово ащи означает отнюдь не которые а если в полном церковно славянском словаре на странице 359 слово несть которое пишется слитно переводится двояко как нет или не есть но смысл фразы несть бо власть ащи не от Бога в русском переводе меняется на диаметрально противоположный в зависимости от того какой перевод слов есть и ащи применяется первый нет власти которая не от Бога современный перевод второй ибо не есть власть если не от Бога вот точный истинный вариант перевода в соответствии с таким более уточненным вариантом перевода земные власти могут быть от Бога и попущением Божиим то есть законными пред Богом и богоборческими Святое Писание дает нам несколько признаков власти от Бога приведу четыре из них первое прямое свидетельство откровением через пророка первая книга царств глава 10 стих 1 в случае с русским царем это свидетельство откровением через монаха Авеля сей будет избранник Божий и других пророков свидетельствующих о богоизбранности русского царя а чтобы царя ни с кем не спутали пророки сообщили множество примет русского царя причем этих примет гораздо больше и они сложнее чем при выборе Далай-ламы второе самодержавность первая книга царств глава 8 стихи 10 по 17 обладание царем неограничено государственной власти в новом государстве самодержавностью будет обладать только первый русский царь который предсказан самодержавность ему понадобится для построения нового государства и для борьбы с третьим игом последующие же цари нового государства будут ограничены конституцией в которой предусмотрено право народа отзыва царя если он нарушит конституцию или перестанет справляться с обязанностями третья примета родовая преемственность четвертая примета духовно-нравственное состояние общества если при новой власти духовно-нравственный уровень общества возвышается то это власть от Бога если же происходит духовно-нравственное оскудение то это попущение Божие всем этим перечисленным признакам соответствует власть предсказанного русского царя за исключением родовой преемственности которая в концепции нового государства являющимся богоучрежденным порядком заменена выборным царем а не родовой преемственностью в связи с утратой России правящей династией а также в связи с требованиями и условиями современности ведь при родовой преемственности становится невозможным отозвать неэффективного или деспотичного царя что в итоге приводит к революции кроме того у царя может и не быть детей а дальние его родственники могут оказаться недостойными власти святой Павел говорит не о всякой власти а о властях придержащих имеющих высшую власть от Бога власть же не придержащая не основывающаяся на богучрежденном порядке может быть вовсе и не властью а ее ложным подобием антивластью наивысшим проявлением который станет временное торжество антихриста которому христианам уже никак не должно подчиняться мысль апостола Павла развивает блаженный феофилакт цитата нечестивец же и богоборец узурпировавший власть дискредитирует саму природу власти богохульство и сам подает повод хулить Бога будто бы он вседержитель ставит нечестивца в начальственной должности нечестивые власти не богом установлены а попощены за грехи наши для испытания как мы поведем себя пойдем ли мы с безбожной властью на компромиссы станем ли с ней сотрудничать во зле или противопоставим ей свою волю стойкость в добре Конфуций учил что государство надо рассматривать как семью и правитель должен относиться к народу как своему сыну главной добродетелью правителя должна быть человечность и то что правитель должен ставить интересы народа выше своих интересов и не быть корыстным все это должно распространяться и на чиновников из вертикали власти на тех же принципах Конфуций основана и концепция нового государства являющегося богучрежденным порядком в котором выполняются признаки власти от Бога в первую очередь прямое свидетельство откровением о царе через пророка концепция нового государства опубликована мною на сайте живой журнал в статье под названием демократическая монархия ссылка на статью приведена в описании к видео грядущего русского царя который должен был прийти к власти в 2013 году монах Авелев в своих предсказаниях назвал милостью божией это власть от Бога и соответственно и концепция нового государства которую принесет с собой предсказанный царь это государство от Бога русскому царю не дали прийти к власти россияне которые проголосовали за третий и четвертый сроки Путина то есть открыто выступили против воли Бога и проголосовали за богоборческую власть сторонники нынешней власти могут возразить что нет доказательств что нынешняя власть в России богоборческая и что это попущение Божие а не власть от Бога но тогда они не хотят признать очевидные факты во первых нынешняя власть вместо избранника Бога русского царя о котором предсказывали пророки поставила во главе России совершенно другого человека во вторых на сегодня духовно-нравственное состояние общества один из главнейших признаков власти от Бога при его высоком значении упало до минимума все измеряется в деньгах кто богат творит все что хочет вертикаль власти погрязла в воровстве и в коррупции законы не выполняются и нет возможности добиться справедливости даже в конституционном суде грубо нарушаются гарантированные конституции Российской Федерации свободы слова и тайной переписки а также запрещаются митинги и шествия под предлогом безопасности и борьбы с террористами в обществе воцарился страх люди стали бояться даже ставить лайки и оставлять комментарии в интернете блокируются неугодные властям сайта и мессенджера авторитарная власть душит население с каждым днем все сильнее даже само избрание Путина на 3-4 сроки нарушило Конституцию Российской Федерации разве имеет право высший представитель власти и гарант Конституции Российской Федерации нарушать основной закон страны Конституцию подрывая этим устои государства и его безопасность какая же это власть от Бога доказательства нарушения Конституции Российской Федерации на прошедших выборах проведены в моем видео законно ли победа Путина на выборах в 2018 год кроме того о том что 3-й и 4-й сроки Путина это нарушение Конституции Российской Федерации говорит и Филатов автор Конституции Российской Федерации даже сам Путин в 2003 и в 2008 годах публично заявлял что 3-й и 4-й сроки президента это нарушение Конституции Российской Федерации о чем свидетельствует видео которое является по сути чистосердечным признанием его собственной вины в нарушении основного закона России как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз я отношусь к этому отрицательно неужели вы собираетесь оставить пост через 4 года во-первых нужно еще дожить до марта 2004 и только после этого можно говорить о следующих выборах 2008 года но уже сейчас могу сказать я против того чтобы кто бы то ни был и какими бы соображениями благими он не руководствовался нарушил Конституцию нашей страны Наталья Галима Московский комсомолец Владимир Владимирович в последние 2-3 года в ваш адрес все чаще звучали призывы остаться на третий срок наверняка в этом вопросе на вас пыталась повлиять и ваше окружение часть часть вашего окружения и даже президент Узбекистана недавно признался что тоже уговаривал вас остаться на третий срок вот скажите что вы в личных беседах отвечали тем людям которые предлагали вот для этого поменять Конституцию и насколько все-таки сильным был соблазн поддаться на уговоры и остаться на третий срок спасибо что я говорил в личных беседах я почитаю все-таки оставить это для моих собеседников для этого личные беседы они и существуют поскольку мы в такой большой широкой аудитории здесь представлена практически вся мировая пресса а не только региональные СМИ и я позволю себе все-таки говорить более официальным языком у меня не было соблазна остаться на третий срок никогда с первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил что я не буду нарушать действующую Конституцию эту прививку я получил еще работая с Анатолием Александровичем Собчаком и я считаю что это очень важный сигнал в общество вообще все должны соблюдать действующее законодательство начиная с главы государства я считаю что это принципиальный вопрос он не носит технического характера конечно мне хочется работать но такая возможность есть вы знаете разные люди склонны западать на разные вещи кто-то попадает в зависимость от табака кто-то прости господи от наркотиков кто-то становится зависимым от денег говорят что самая большая зависимость от власти я этого никогда не чувствовал я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было я считаю что если Господь дал мне такое счастье поработать на благо своей страны связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю то надо быть благодарным уже за это это само по себе является большой наградой выговаривать для себя еще какие-то награды или рассчитывать или рассчитывать или считать что однажды взобравшись какое-то начальственное кресло оно должно принадлежать тебе пожизненно до гробовой доски считаю абсолютно неприемлемо я уже говорил отвечал по моему на похожий вопрос могу повторить еще раз я считаю что я получил уже один подарок даже два подарка от российского народа от Господа может быть когда имел честь и удовольствие работать в качестве главы российского государства закон сформулирован основной закон страны сформулирован таким образом что этот срок является конечным он заканчивается и теперь нужно не плакать по поводу того что время прошло работы в таком качестве а нужно порадоваться тому что есть возможность поработать в другом качестве и в другом качестве послужить своей стране власть от Бога гораздо более эффективна благодаря поддержке Бога и наоборот от богоборческой власти Бог отворачивается россияне отвернулись от Бога и подчинились влиянию темных сил это и есть главная причина нового горя России пришедшего из-за того что русскому царю не дали прийти к власти и преобразить богоборческую власть в России во власть от Бога что принесло бы спасение и счастье державы российской согласно предсказанию монаха Авеля и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok и субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok